Че призрачный пончик? Сейчас Володька будет показывать скилл в повороте Тебя безопасен Я такой лох Опа! Оооо С просмотром хочу напомнить, что спонсор этого видео Это ваши королевские лайки и комментарии Кстати, как вам новая прическа? У меня новый лук Ну и хочу посоветовать Александра Он открыл свой мото канал Он очень много раз выручал мне Это никакая не проплаченная реклама Реальная годнота Канал называется Георгица Качественные обзоры, тест-драйвы Навал на все бабки На заднем Жоговые резины Он, кстати, еще занимается продажей, покупкой мотоциклов У них сервис И вообще веселые ребята Так что надеюсь, что очень скоро увижусь с ними И мы покатаемся вместе Ссылочка на его канал в описании под видео После просмотра заходите, поддержите его Ему будет очень приятно Так же, как и мне Так же на телеграм и на мой инстаграм Ссылки все в описании Телеграм комьюнити Нас там уже много Приятного просмотра Дорогие мои, всем бодрячком Сегодня я, Володька и Артурик Едем в город Который я вам давно хотел показать Город Елгау На таких вот пушечных спортбайках Красивых Тут какой-то Сузуки старый стоит К рекламе у нас пока что нету Хотя, может, в этом видео Я уже нашел рекламу за Prime 95-го Но будем заправлять полный ваг Потому что сегодня у нас Очень такая хорошая покатушечка будет Чем-то такой мотоцикл грязный Обожаю запах бензина Это как запах приключений Слушайте, с горочкой получилось Еще на 2 евро могу заправить Ну ладно Кому-то останутся деньги Хотя я так понимаю, что Еще вот так Немножко Ну, наверное, мне обратно Перечислить деньги на карту Сейчас не буду заводиться Экономия Подкачу мотоцикл Говорим, как мы поедем Поедем спокойненько, наверное Ну что, готовы, бойцы? По ГС Узракстис КМС Брауксим Той Мэйтаны Че призрачный пончик? Адрес у тебя навигация есть Ну просто Елгава Напиши, едем Елгава и все О, как раз у тебя Копов может показывать Вейстом Ты если что знаешь, знай, как Копов впереди Ну как, покажи Красавчик Ну правильно ты показал Дождя не будет сегодня Но это не точно У нас просто тут вот Совсем недавно апокалипсис был Город шел вот такой величины Разбивал все машины, стекла убивал Все нормально будет Пожелайте нам хорошего пути в комментариях И поехали Ну красивый Артурика Дукатти Панигали Возможно будет обзор А возможно нет Не знаю, успею в этом сезоне Не успею Или успел Или не успел Как там правильно уже сказать Кронология событий Это моя сильная сторона Хорошо, что мы на мотоциклах И погодка хорошая Вообще моя цель Показывать вам Насколько Латвия Красивая Маленькая зеленая страна Страна Извините Я знаю, что многие После моих видосов Приезжают в Латвию Они уже знают Куда сгонять им Обожаю это делать С друзьями Путешествовать по Латвии В одиночку тоже Нифига Петров там По встречке Поехал я в Жаке Вообще он иногда Такие выдает Приколюхи на дороге А вы еще говорите Не ругайся на него Ну как не ругаться Если я хочу Чтобы он был в живых Чтоб мне было С кем ездить И наслаждаться Ладно, я тоже иногда Такие приколюхи выдаю Итак, что я хотел сказать Я хотел вам сказать Что я хотел бы вам Показать все города Нашей маленькой страны Показать вам Очень трудно Сосредоточиться Когда мы так едем Показать вам Все самое красивое В Латвии И у меня уже Довольно много видосов Из разных городов С ребятами там катаемся Мне очень нравится Когда я приезжаю И мы катаемся С ребятами Которые живут Именно по местности Они потому что знают Все красивые дороги Знают все красивые места И знают что вам показать Посмотрите как прекрасно А совсем недавно В Латвии был ураган Который раздез нахрен все Мы вообще с Артуриком Спокойненько едем Такие 1.4 Там 1.5 Петрик же наваливает Очень жестко Вля как подвинулся Там перед Петриком Чувак красавчик Мне Петрик напоминает Карлсона с этим рюкзаком Спасибо брат Вообще наверное со стороны Забавно выкатить Паспорт того-то едет сзади И парнишка Не ну Петрова парнишка не назвать И призрачный пончик Летит впереди На Сузуки бандите На стрюте Сейчас Володька будет показывать Скилл в повороте А не так уж и плохо зашел Ну второй поворот И отсюда Опа Артурик красиво заходит Поворот Это тоже неплохо Нифига наваливает там встречка Не я подожду наверное Вот сейчас можно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушка Кристина которая катается на Хонзе Летро и покажет нам город Не забывайте периодически Посматривать в зеркало и проверять Где ваши товарищи Потому что мало ли что может случиться на дороге И не оставляйте их одних Ну или договаривайтесь Точки сбора где вы будете останавливаться Вот Володька едет Все в порядке Артурик едет Все в порядке Можем ехать О жига прикольная В чем суть моих влогов Просто показать вам Как я езжу на мотоцикле Показать вам города Просто пообщаться с вами Во время поездки дать пару советов Во время поездки выслушать ваши комментарии Критику Что я сделал не так Вот примерно сейчас мы будем делать обгон фуры Естественно я не полезу на рожон Я подожду когда будет пустое окошко Я знаю мощность своего мотоцикла И летс го Нужно еще учитывать Не прилегают ли второстепенные дороги Когда вы делаете вот такой маневр Потому что при обгоне Может кто-то там выезжает Максимально обезопасиваем себя Обезопасиваем О ебко Нормально Елгава Вот туда мы и едем Запомните Куда вы смотрите Туда и едете Знаете Когда уже месяц не катался Немножко так стрёмно Прям какая бэха прикольная Е60 Один из самых Сначала неудачных кузовов А потом все начали фапать на него Такие О какой классный кузов Какой классный поворот Слушайте Хорошо я зашел в него Ой радар А ну это нормально Не в задницу стреляет Нормально призрачный пончик летит Что ты мне показываешь Это поворотники вот так ногами показывают Какой красавчик на Вольво Я не представляю как болотка там стулает Потому что ветер безумно сильный Лодька показывает Что копы Он по Вейзу едет Хотелось бы Что не знаю Какой-то антирадар Или что-то тут у нас работало Что я тоже видел Когда копы Я вам уже в каком-то влоге Рассказывал Что в Германии Запретили аппликацию Вейз Если вы ей пользуете У вас штрафуют Даже пассажир не может ей пользоваться Потому что якобы Эта аппликация показывает Где стоят патрули Где копы Не надо мне там писать Ну я бы сваливал от копов Все зависит от ситуации Если вы путешествуете Вы не ориентируетесь в местности То будет довольно сложно уехать Там нужен правильный подход Тактика так называемая Почему артурик с той стороны ездит? Надо всем посерединке было проехать Чтоб никто не испугался Молодец Купил себе мотоцикл А понигалый Хотя хотел путешествовать На гусе Выглядит красиво, да, Артурик? За счетно Я думаю, ребята в комментариях оценят Скажет, красивый мотоцикл Несомненно И самый дорогой в нашей компании Нормально они полетели По ленты зашкаливает А сейчас сказали, что в Латвии будет частью такие вот необычные природные явления, как огромный град, грозы, торнадо, ветра. Совсем не мотоциклетная погода, она все так очень коротенькая, три месяца всего лишь, сезон нормальных. Поздоровывается со мной машинист или нет? Давайте проверим. Поздоровался. Петров у нас, кстати, тоже машинист. Он даже не устал. Он тебя узнал? Он такой, это этот популярный стример на Твиче, который показывает свои сиськи. Да, сиськи. Блин, я хочу в туалет, пацаны. Я такой лох. Извините меня, пожалуйста, там сзади. Какая-то фигня. Я не могу завестись через сцепление, когда мотоцикл стоит у меня на передаче. Вот и факт. У меня никогда такого не было. Даже на предыдущем BMW. Ой, как они меня там проклинали, наверное. Стал впереди всех. И не заводится. Извините меня, пожалуйста, виноват. Я как в Вилгау заехал, Глеба сразу вспомнил. Пожилой навал. Глеб, привет, если смотришь, это видео. Правда, не знаю, когда оно выйдет. Глеба тут копы повязали за агрессивку. Правда, там такая агрессивка была, конечно, по его рассказыванию. Просто он вот так ехал, включал поворотники. Молодец, что включил. И передвигался вперед, опережал автомобили. Ну вот, если так я еду, это раз за агрессивка, ребят. Это динамичная езда называется, вот. Она просто поворотник один не работает с правой стороны. Его нету, я его обломал. А так я даже поворотники включаю. Что, приехали мы вроде. Так, Петров, знаете, почему в повороты до этого не входил? Давай, Володька, почему? Потому что у меня колесики предыдущие стояли с 12-го года. А сейчас поставил новый, офигенно. Резина, это очень важно, понимаешь? Да, я сейчас так чувствую сразу. Ставьте свежую резину, Петрик вот поставил. Я говорю, еду за ним, такой думал, ничего себе, поворот входит. О, она такая липучка хорошая, теплая. Да, да, все чувствую. Сколько за комплект он дал? 350 евро. Ничего себе, ты богатый человек. Да, да, богатый. Я ничего не видно, снимаю, что жопа мне подпишет, показывает. Подписчикам жопа показывает, да? Фу, как некрасиво. Номер? Давай номер, а почему такой номер? Давай сразу, 75, тебе 75 лет, что ли? Ему 75 лет, поздравляйте с фибиреем. Просто угадает, пишет в комменте. Ну, причем 75? Цените, какой у меня чикен стрип такой, да? Ну, в правый поворот, сейчас покажу Артурика. У меня хорошая резина, кстати. А что у меня за резина вообще? Пилот Пауэр стоит. Я же как пилот Пауэр, ну. У Артурика вообще, да, такой жирный чикен стрип. Но Артурика самый лучший гонщик из нас всех. Он на трассе гонял, так что никаких предъяв нету. И у Петрова. У Петрова, кстати, нормально тоже. Чикен стрип. Пол колеса почти что. Самый лучший закладывальщик в поворот. Подожди, давай тест ботинок, наступай. Давай. Обувь! Ребят, покупайте нормальные обувь. Видели? Вот у Артурика у меня хорошая. У Петрова говноботы какие-то. Нормальные обувь, она покупается. Нормальные обувь. Знаешь, что это обувь? Чтобы на гонках ездить в машине, педали нажимают. На гонках, на машинах. Знакомьтесь, да Кристина. Мы как хрустики? Хрустрики. А, шустрики, я послышал, хрустики. Кристина говорит, что мы как шустрики между рядов ездим. Она, нет, она так не ездит. Она по правилам стоит, ждет за машинами. А мы, да, мы шустрики. Первое предупреждение от Кристины. Запомните, на этом перекрестке стоят камеры, которые фотографируют вас, если вы проезжаете на красный свет. Я никогда не проезжаю на красный свет. Я законопослушный мотоциклист, соблюдающий все ПДД. Ничего себе, она рванула. Так, мы врываемся в Елгау. Это вот мост, который идет через реку Лилупе. Это одна из самых больших рек. А вот это, по-моему, университет. Один из самых больших университетов в Латвии. Очень и очень знаменитый. Вот это дукати красивая Артурика. И туши, которые сгущаются над этим прекрасным городом. Цель нашего визита в этот город, просто чтобы вы посмотрели на него и все. И еще зайдем в какую-нибудь самую популярную кафешку. Говорят, это Истоба. Возможно, елгавчане сейчас напишут, нет, зачем мы туда пошли. И сделаем обзор этого ресторана. Или кафе, или бара, как это правильно называется. Он находится где-то там. Довольно красивое место. Как видите, Кристина ездит по правилам. Мы бы уже давным-давно все улетели. Как она сказала, мы шустрики. Кто-то из вас, наверное, скажет, что мы хрустики. А, нам налево. Так что мы здесь постоим еще немножко на одном красном светофоре. Кристина ездит по правилам. Вот это красота с левой стороны такая, а? Это, видимо, православная, да? Православная церковь, вот. А там дальше, сейчас помедленнее поеду, я любитель архитектуры. А здесь уже, наверное, католическая, да, такая? Главное, напротив друг дружки стоят. Ну, это, думаю, такая по-старее будет. Такая красивая, прям такая большая, красный кирпич. Чувствуется мощь. Видите, такие трамплинчики небольшие, там, как в игре Ассасин прям. Ну, кто играл в эту игру? Магазинчики, домики. Так, аккуратненько, чистенько. Все по-европейски. Ой, как мы разогнались. Вот еще один такой монументальный, монументальное здание. Вы видите, у меня, наверное, иногда разобретается язык. Потому что ездить на мотоцикле и рассказывать довольно сложно бывает. Мотовейклс. О, мото-магазин перевожу. Вот это, видимо, тоже такой старый домик. Смотрите, пешеходов пропускают. На немецких номерах Мерседес. Слева вообще деревянный дом. Я когда-то жил в деревянном доме. И туалет общий у нас был. Все, спасибо, я понял. Уелла-Ела. Большая улица называется. На тебе. У меня, как всегда, батарейки закончились. Улица называется Уелла-Ела. Что и переводится. Большая улица, Елгавская дума. Буду рад вашим комментариям по поводу их символа. Символа города. Елгавчане, может, ответят, почему они используют бреды с лося как символ своего города. У них на гербе он, потом в парке был. Вот такая вот главная улица. Тут еще одна церквушка справа какая-то. Ну, а нам пора отобедать. Я очень хочу приочень кушать. Вот Истоба. Такой популярный барчик. Можно запарковаться на тротуар. Вот мы туда встанем, чтобы никому не мешать. Тротуары, благо, широкие в Елгаве. Вот сюда, вот так, с краешка. Давай заходи, как первый король. Круатзинч. Это, значит, барчик. Может, нет? Не, барчик. Что-то контуражненько вкусно пахнет. Ну что, пойдем, присядем. Пожалуй, вот здесь вот, наверное. Стандартное второе блюдо тут 10-9 евро стоит. Сейчас все будут говорить, дорого. Это нормальная цена, как бы, у нас. Котлеты по-киевски 10-50. Я, наверное, возьму себе что-то классическое. Карбонат. Такая большая порция. Ожидали где-то минут 30, если не больше. Я, вообще-то, ожидал, что карбонат будет выглядеть немножко по-другому. Как классический, знаете, такая лепешка с сыром. А у Артурика котлета по-киевски. Разрешен, Артурика, котлет, сюда. У меня слюни текут, да? Какая сочная выглядит. Так, зеленушка. Артурика у нас профессиональный ресторатор. Сейчас попробуем, скажем, как. Я тоже профессиональный ресторатор. Я не знаю, что это за исполнение карбоната. Сыр вот здесь вот внутри. Первый кусочек довольно сухой был. Я бы хотел все-таки реально классический, знаете, такую лепешечку. Не хватает соуса. Как Артурика тебе бьет это из-за, ой, то есть киевских котлетов? Очень хорошо. Вкусная, сочная, да? Очень хорошо. Хотя, Володька, как карбонат. На Володьке все нравится. Картошка прикольная. Худею. Приятного аппетита. Рис очень вкусный. Такой легенький. Но карбонат, если честно, на семерочку. Реально сухой. Даже этот сыр не спасает внутри, который. Салатик вот такой вот. Все это 10,50 стоило. Очень вкусно. Сочно. Вообще. Фиген. Не очень. Не надо было мне тоже котлету по-киевски заказывать. А чего тебе не хватает? Там вот, ну давай быстро. Громко. Что Артурик все одинаково, да? Я должен завязать. Мы уже ходим по подвесному мосту. Ощущается, что он подвесной. Немножко так качается. Прикольненько. Ну и вот такая вот красота. В принципе, это самый центр. Вечером эти ватабаты, они подсвечиваются. Очень красиво. Все идет. Там еще один ресторанчик. Ребят, а там Володька. А здесь Володька. Володька доволен жизнью? Расскажи в пару моментов, как ты сегодня отдохнул Володька. Что-то мало бы. Что мало? Что-то бы устал я сегодня. Устал? Не знаю, что-то там. Мы были там, а сейчас мы уже здесь. Сюда бы мотоцикл заснять и такие красивые синематические кадры вечерком. Если есть желание, можете прокатиться на кораблике. Цена одной покатушки 5 евро. Будешь кататься? Я на мотоцикл приехал, буду мотоцикл кататься. Мы разведываем, можно ли здесь закатить мотоцикл. Естественно, муниципалы приедут, 100% полиция. Ну, вот тут такой вот подъемчик есть. Да что ты в кадр летишь? Я отхожу. Можно скатить туда, откатить его. В принципе, если не заводить, то по идее и штрафовать вас не за что. Так, вместо и мотоциклисты на СРРах катаются. Тоже приехали карбонадов поесть. Вам видно, не видно? Тут написано. Мотохантер лабакайс. Это значит, я лучше. Вот, Петров даже себе сделал такой, как бы... Я сделал. Петров себе сделал. Я ничего не сделал. Я надпись и спрятал ее. Думал, я не увижу. Блин, так приятно, Володька. Спасибо, что ты сделал такую надпись, что я лучше. Я не ожидал тебя, друг. Спасибо. Понимаю, что это влог о городе, но я не мог не показать Артурика жилетку, которая стоит, как вы думаете, 600 евро. Что это за жилетка? Это супер безопасная жилетка, которая надувается при падении. Давай, ударим его. Я бы себе тоже такую хотел бы. Вот так она выглядит. Я, ребят, в куртке. И у Петрова вот титановая байка еще. Из титана. И вот эта защита у него. У него тоже есть аирбэк. Вот он, когда падает, все нормально. Красава. По поводу карбонада. Время ожидания окей, понятно, полчаса. А если вы пришли в ресторан, то везде вам нужно ждать. Поэтому я понимаю иногда, когда люди удивляются, у нас блины. Ох, как так долго надо ждать? 30 минут. Ну так здесь блинов заказывают, и вы ждете, и все. Так что по времени ожидания все хорошо. Подача отличная, продукты свежие. Все качественное. Но сам вкус карбонада меня разочаровал, как я сказал. Я не знаю, как на русском. Спасибо, что пропустил, а ты не пропускал меня. Сам вкус карбонада разочаровал, да. Хотелось, как латыши говорят, картигу сулигу лилу, верешу карбонаду, серу, лайтур ристеку на лайстас. Вот такой карбонад. Хотелось, чтобы сыр там плавился, грибочки под сыром, чтобы это было все сочным. А тут суховато все было. Тут вторая сторона набережной. Но здесь ничего нету. Жилые дома. Вот такие вот. Это раз, два, три, четыре, пятиэтажечки. И все. Здесь круг. Такой красивый. И обратно едем. Мотоциклистов тут довольно мало. Ну, хотя мы в рабочий день приехали, наверное, все на работе. Вау, парниша, полегче. У тебя уже такой он побитый немножко. Ему не будет так дорого, как и мне все это падение. Или operation. У Артурика вообще все это дорого. Может стать на его Ducati. А вот так вот заканчивается граница города. Это значит, что вы можете передвигаться быстрее. Здесь такая красивая аллея. Мы поехали по этой дороге. Но есть еще одна дорога. Она не такая красивая, как вот эта. Живописная дорога. Мне нравится ездить по живописным дорогам. Спасибо, елговчане, за гостеприимство. Как-нибудь еще к вам приедем в гости. Ну, на машине с семьей. Зимой там очень классно. Ну, а если ты досмотрел до этого момента, то пора бы уже поставить лайк, подписаться на канал и написать вкусный комментарий, что ты там кушаешь. На обед, ужин или завтра, когда смотришь видео. Но мы помчались дальше.